На первый взгляд обычная двухкомнатная квартира, только жители здесь пернатые, четвероногие и присмыкающиеся. Сегодня питомцы приюта встречают гостей самарских школьников. В преддверии Нового года они пришли не с пустыми руками. Четвероклассник Тамерлан вместе с товарищами гордо вручает хозяйке приюта подарки для его жителей. Часть жителей планеты, им надо помогать из-за этого. Ведь если бы мы на их месте оказались, а нам не помогали, мы бы так и могли бы погибнуть из-за голода, из-за мороза. Сурикаты, кошки, попугаи – здесь только те животные, которым разрешено работать с детьми. На самом деле в приюте их гораздо больше. Вот такие подарки для них приготовили школьники. Здесь корма кошачьи и собачьи, наполнители для туалетов, сами туалеты, газета, посуда. Все это куплено на средства родителей и даже на карманные деньги самих ребят. В гости в приют ученики 64-й школы приходят уже во второй раз в благодарность за подарки, экскурсии по мини-зоопарку и возможность познакомиться с экзотическими животными. Многие именно здесь впервые увидели ласку и сурикатов, пообщались с попугаем Ара и обезьяной. По словам их учителя Светланы Левченко, после таких акций дети начинают более бережно относиться ко всему, что их окружает. Помимо предметного обучения в школе должно быть еще воспитание личности. И очень важно уделять внимание именно при учении к добру, к эмпатии. Я вижу по детям, что они стали более отзывчивы даже в отношении друг с другом. Перевоспитывать взрослых – это уже поздно. Начинать нужно с детей. И когда проводят вот такие акции, когда дети участвуют в спасении животных, это очень большого стоит. И думаю, из таких ребят никогда не вырастут жестокие взрослые. В этом году число участников доброй. Акции выросло. К ней уже присоединились ученики других классов. В следующий раз, уверяют дети, желающих помочь питомцам приюта станет еще больше. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События.